Если бы в Армении было армянское правительство, а не оккупационный режим, то после 9 ноября 2020 года он направил бы все ресурсы народа на восстановление и переоснащение систем безопасности обороны. Об этом сказал эксперт по информационной безопасности, координатор специализированного сайта Разм.Инфо Карен Вратанесян. Лучше бы хлеб был по талону, а мы бы армию подняли после поражения. Я с 9 ноября говорю, что этим трехсторонним заявлением уже начался отсчет времени до новой войны, и каждый потерянный день будет нам дорого стоить. Но правительство Армении у нас не было с 2018 года и нет до сих пор. Сегодня, спустя почти два года после 44 дневной войны, в мире наблюдается острая нехватка оружия и боеприпасов. Если бы мы были государством, мы были бы на вооружении с 9 ноября 2020 года по 24 февраля 2022 года. У нас было больше года, чтобы вооружиться, хотя бы вернуть израсходованное и потерянное оружие и боеприпасы. А сегодня, в Армении даже патронов для охотничьего оружия не хватает. Даже если сегодня, в Армении, вдруг начнется процесс восстановления армии, мы будем ходить из страны в страну, умолять продать нам какие-нибудь пули или снаряды, будем стоять в очереди на два года. Может быть, через 3-4 года придет и наша очередь. Зато без очереди почти каждый день в Ереване проходят фестивали и концерты, что невольно напомнило мне очень мрачный советский анекдот.